Приветствую вас. Совершенно очевидно, что вы накрутили себя не просто так. Совершенно очевидно, что на это были какие-то основания, причины, то есть были причины основания, по которым вы себя накрутили. Я так подозреваю. Вот, и мне думается, что в первую очередь нужно именно эти основания увидеть. То есть вы пишите, что меня очень задело, что он меня не попал с собой отдыхать. Понятно, что задело. Но что именно это было за чувства? Задело в чем? Задело чем? Задело почему? Насколько оправданы ваши, скажем так, переживания по данному вопросу? Понимаете, если вы с мужчиной, например, не спите, если вы с мужчиной не проводите вместе достаточно времени, я имею ввиду, если вы не общаетесь с ним именно близко, то, наверное, мужчина, ну, более чем имеет право вести себя так, как он себя ведет, то есть я не вижу в этом ничего сверхординарного. Другое дело, я вижу, что вас это действительно задевает, соответственно, вам хотелось бы большего, но вопрос заключается в том, а знает ли он, что вы хотите большего? Насколько между вами доверительные отношения и являются ли они, собственно говоря, таковыми, то есть являются ли они вообще доверительными? Понимаете? То есть если вы, например, мужчине никогда не говорили о том, чего вы хотите, если вы не проявляли себя по отношению к нему определенным образом, то откуда ему знать, что вы хотите что-то? То есть вы как бы ждете инициативы от него, но мужчина может и не знать, ему мужчина может не угадать того, что вы от него хотите. Вот. Поэтому здесь, конечно, будет лучше, если вы для себя именно этот момент определите и выявите, потому что он достаточно важный. Встречаетесь вы с мужчиной довольно давно, и я думаю, что здесь одно из двух, либо мужчина вас не заинтересован, просто вы тратите на него зря время, вот. Либо вы не умеете выражать свои желания настолько, ну так, чтобы именно мужчина вас понял, вот. Заметьте, пожалуйста, что я вас ни в коем случае не хочу в чем-либо обвинять, да, я вас не пытаюсь в чем-либо обвинить, я просто хочу, чтобы вы поняли этот момент. Этот момент. Вот. Что мужчина вёл себя так, скорее всего, потому что это нормально. Это нормально. Это нормально. Для ваших отношений подобное поведение нормально. Я не знаю, почему оно нормально, я не знаю, почему мужчина решил, что это поведение нормально. Вот. Но он решил, что это норма. Вот. По какой-то причине он решил, что это нормально. Что вести себя с вами так, это вот вполне адекватная позиция. Если ваши отношения были совсем другими, да, если вы доверяете друг другу, если вы проводите время вместе, если вы собираетесь там жить вместе, если вы спите вместе, то это очень плохо, и вы вправе, ну, как минимум, сначала ему сказать о том, что вас заделать. То есть мне опять же непонятно, непонятно, не совсем понятно, почему вы ему, как бы, не говорите, не говорите обо всем этом. То есть вы пишете нам, да, но не говорите обо всем этом ему. Вот. То есть тут есть вот такая непонятка. Ну вот. Значит, как привести вам себя в порядок? Как ни странно, как ни странно, но ответ на этот вопрос кроется в вашей потребностной сфере. То есть именно потребностная сфера, сфера желаний отвечает за ваше состояние, за ваше, ну вот, равновесие, ну, душевное, да. Вот. И вам, вам необходимо понять, так, чего же я все-таки хочу, что же мне все-таки нужно, что же мне все-таки важно, что же, чего же я все-таки ожидала, да. Вот. И что я сделал для того, чтобы это было реальностью. Вот и все. Если вы не хотите, не хотите мучиться, то вам нужно просто научиться выражать свои чувства, научиться выражать свои желания. Это не так сложно. Но мне кажется, что у вас с этим есть некоторые проблемы. То есть мне кажется, у вас есть некоторые проблемы с тем, чтобы выражать свои чувства. Вот. Дальше. Следующий аспект, который можно отметить, да, это определенные негативные мысли, которые у вас возникают, которые у вас имеются по поводу того, что мужчина определенным образом себя повел. То есть это изменение представлений о себе на основании того, как мужчина повел себя по отношению к вам. И источник, источник перемены мысли, источник изменения мыслей тоже необходимо выявить. То есть если вы стали думать о себе по-другому, если вы начали думать о себе по-другому, если вы стали думать о себе хуже, то это тоже нужно разбирать, то это тоже нужно разбирать, почему вы стали думать о себе хуже. И часто ли вы думаете о себе хуже, когда мужчина ведет себя каким-то вот таким определенным, скажем так, образом. Вот. Понимаете? Вот это, это то, что я могу вам сказать. Таким образом привести себя в равновесие можно путем консолидации того, что вы хотите получить от мужчины, и реального, реального уровня ваших отношений. Вероятно, мог бы помочь анализ ваших отношений и более четкого, и более четкое понимание того, на что вы реально можете рассчитывать в контексте своего мужчины, на что вы рассчитываете и чего вы хотите. Я полагаю, что это также очень важный момент, потому что без этого момента не получится строить отношения. Так, я встречаюсь с мужчиной около года. Смотрите, что вас объединяет? Что вас общего? Он не женат, я тоже не замужем. А были? Какая история ваших отношений? Он очень много работы достает, взял отпуск, поехал отдыхать за границу на 10 дней. Вы это откуда-то узнали? Откуда и как? Да, все время я написал мне строчки, хотя я смотрел, выходил в контакт, выход регулярно. А должен был написать? Я все понимаю, ему надо было отдохнуть, но меня очень задевает, что он мне не предложил поехать с ним. Может быть это случилось спонтанно, может быть случилось спонтанно, что он собрался отдохнуть и он просто не рискнул предлагать вам, думая, что вы откажетесь, потому что это слишком быстро. Переживаются ни разу и мне не написал. Почему? Что вы чувствуете? Какие эмоции это вызвало у вас? Присылал открытку с 1 мая и не строчки. Сегодня так себя накрутилось, что мне прямо плохо. Чем накрутили-то? По поводу чего эмоции, по поводу чего мысли, желания вокруг, чего крутится у вас? Мария. С утра даже в порыве заблокировала его телефон. Не могу принять решение продолжать с ним встречаться или закончить. Я думаю, что это решение нужно принимать только вас. То есть, если вы встречались с мужчиной на протяжении года, и у вас сложились определенные отношения, которые не подразумевают того факта, что мужчина вас приглашал куда-то, то я полагаю, что совершенно очевидно, что в отношениях что-то не так. Вопрос, конечно, заключается в том, что и что именно не так. Либо вы не так себя ставите. Допустим. Может быть, вы как-то не так его воспринимаете. Может быть, есть что-то еще, о чем мы не знаем. Но однозначно, однозначно, что-то пошло не так. Что пошло не так? Это, конечно, непонятно. Но что-либо, что не так. Возможно, есть какая-то вот проблема у вас с недопониманием друг другом. Но я думаю, что это легко решается в ходе откровенного разговора. Я бы не рекомендовал вам развивать отношения с мужчиной сразу. Я рекомендовал вам скорее подумать над своей потребностной сферой. Опять-таки. То есть, очевидно, что вы чего-то хотите. Очевидно, что вам что-то нужно. Очевидно, что вы чего-то желаете. И вопрос заключается только в том, чего именно. Очевидно, что у вас есть какие-то потребности. Все это очевидно. Вопрос в том, как вы их выражаете, эти свои потребности. Вопрос в том, как вы их реализуете, эти свои потребности. Понимаете? Какая ссора. Поэтому я думаю, я думаю, что здесь, можно вам ответить именно так. Именно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Дальше идем. Так. Как мне привести себя в нормальное состояние и принять решение? Ну, для начала высказать все эмоции. Вы можете сделать это либо психологу на нашем сайте, либо вы это можете сделать мужчине, когда он приедет из отпуска, попросите его о встрече и спокойно высказите ему все, что думаете, все, что вас волнует, все, что вас беспокоит. Я думаю, так. Тут по-другому вы. Либо, либо вы, опять же, скорее всего, вместе с психологом, потому что другого способа нет. Подумайте над тем, чего вы хотите, что вам нужно и будете уже самостоятельно идти к своим желаниям. То есть, например, если вы хотите, допустим, семью и детей, то зачем? Вот, если вам нужен этот мужчина, то почему? Если, грубо говоря, вы чувствуете себя брошенным, то это состояние из детства, проблемы, ну, конфликтные отношения с родителями, допустим. То есть, тут вот нужно отталкиваться от этого. Вот. Дальше меня бросает из стороны в сторону. Ну, а кто-то возрастает из стороны в сторону, говорит об отсутствии эмоционального интеллекта. То есть, вы не умеете правильно распознавать свои чувства. Работа с чувствами вам тоже рекомендуется в таком случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.